Всем привет! Не так давно бренд его воздушества анонсировал коллекцию кроссовок весна-лето 2020. Да, несмотря на коронавирусную жопу, в которую попал весь цивилизованный мир, лето 2020 года все равно наступит. А значит нам не отвертеться от крутых новинок этого горячо любимого многими бренда. Представленную сегодня коллекцию, помимо прочего, вошло несколько интересных и, не побоюсь этого слова, культовых моделей, которые я вам непременно представлю. Начать, думаю, стоит с единичек. Для тех из вас, кто еще не устал от их бесконечных расцветок, компания предлагает очередную под названием Core Purple. Да, в 2018 году данный колорвей первых номерных уже издавался компанией. Тогда они назывались Purple Toy. Кроссы должны были поступить в продажу 11 апреля с ритейлом 170 долларов. И на момент монтажа этих кроссовок на сайте компании уже не оказалось. Так что ищите их у перекупов. Следующие высокие единички имеют название Тай Дай. И это эксклюзив для милых дам. Ради такого дела кроссы раскрасили в белый, черный и синий-зеленый цвет. Все желающие смогут приобрести их уже 11 июня. Ценник составит 170 баксов. Достаточно неожиданным для меня стало переиздание седьмых номерных. В очередной второй уже по счету кроличьей версии. Да, да, вам не показалось. Снаружи у кроссовок забавная такая шерстка. И пусть шузы смотрятся няшно, я же предпочитаю другие расцветки семерок. Как например Пантон, который я рассекал по Грузии вот в этом своем ролике. Так или иначе, но семерки Хея 2.0 поступили в продажу 8 апреля. И сейчас их перепродают, правда, с переменным успехом. Все-таки ритейл в 250 баксов, как по мне, это многовато. Настоящий подарок ждет любителей четвертых номерных. Нет, к сожалению, Джордан Бренд не будет дропать их самые востребованные версии. Но качество компании компенсирует количеством. Начну я с версии для дамочек под названием Раста. Нет, ну это понятно, курят все. Кроссовки отдают дань уважения ямайскому карнавалу, который обычно проходит в апреле. Четверки разукрасили в белый, красный, желтый, зеленый, черный и серый. И если ничего не изменится, то уже 16 апреля эта пестрая версия кроссовок поступит в продажу с ценником 190 баксов. Ну и само собой не могу назвать металлик пак, в который войдут сразу 4 расцветки четвертых номерных. Фурпурный, красный, зеленый и оранжевый. Все они должны поступить в продажу 16 мая. С розничной стоимостью также 190 долларов. Пожалуй, одной из самых интересных и востребованных новинок данной коллекции являются легендарные пятые номерные в оригинальной бычьей расцветке FireRed с серебристым светоотражающим язычком. Впервые эти кроссовки поступили в продажу еще в 1990-м. И в этом году компания празднует их 30-летие. Огненные пятерки должны были дропнуться еще в конце марта. Но это дело дважды переносилось. В итоге, если ничего не изменится, кроссы лягут на прилавке 2 мая. Ценник составит 200 баксов. Помимо оригинальных пятерок, нас также ждет и версия под названием ТОП-3, чей релиз также несколько раз переносился. Данная версия включает в себя расцветки таких трех самых знаменитых пятерок, как Black Metallic, Grape и FireRed. Сам я не являюсь поклонником такового. Но все желающие смогут приобрести Air Jordan 5 версии ТОП-3 в июне этого года также за 200 долларов. Следом идет вторая по степени хотения модель от Jordan Brand. Это одиннадцатый низкий версии белый, красный, черный. Несмотря на то, что я фанат конкордов, брэда я также очень люблю и уважаю. Ну хотя бы за их практичность, ведь как известно подметка у них не пожелтеет. Да и вообще кроссы выглядят просто бомбически, в чем вы сами сможете убедиться уже 23 мая. Если у вас конечно же окажется немного удачи и лишние 185 баксов. Компании позаботились и о представительницах прекрасного пола, подогнав им также низкий одиннадцатый номерный версии конкорд. Пожалуйста, только не путайте их с оригинальными конкордами, это мягко говоря не одно и то же. И тем не менее, я уверен, что покупатель найдется и на них. Это мы сможем проверить уже 22 мая. Ритейл также составит 185 баксов. Ну и наконец, пожалуй, самая желанная модель в данной коллекции, это тринадцатый номерный Майкл. В оригинальной и обожаемой многими расцветке Flint, которые, если ничего не изменится, должны дропнуться 30 мая. С ценником 190 баксов. Флинты должны стать частью коллекции под названием True As To The O.G. Будем надеяться, что в данный раз дядя Миша не обидит нас материалами, ибо каждый релиз тринашек это та еще лотерея. Вот в этом своем ролике я сделал сравнение различных расцветок данной модели, изданных в разные годы. Ну и само собой настраивайтесь на странный шейп носка, которым награждают в последние годы эти легендарные кроссы. Нос получается как бы горбатый. Теперь горбатый! Я сказал горбатый! В любом случае, если вы любите эти жоры, и вам как и мне нравятся их оригинальные версии, как ни крути, Flint придется брать. А вообще, есть ли среди представленных сегодня кросс те самые, ради которых вы расхреначите свою любимую свинью копилку? Либо же все эти модели пройдут мимо вас? Непременно напишите об этом в комментах. Рад буду ознакомиться. Да, друзья, к сожалению, из-за пандемии коронавируса существует огромная вероятность того, что даты релиза большинства озвученных сегодня кросс могут быть сдвинуты снова. Но так как мы с вами оптимисты, то будем верить и надеяться исключительно на лучшее. Также советую подписаться на канал, ибо на нем вас ждет много всего красовочного. А я, Дмитрий Титов, с вами прощаюсь. Всем вам здоровья и увидимся!